друзья всем привет вы на канале python today и сегодня мы вместе выполним заказ взятый мною на фрилансе клиенту нужно было собрать динамически подгружаемые данные со следующего сайта это некий агрегатор шаблонов для лендинг страниц на сайте располагается огромное количество карточек на момент записи видео около 700 карточки подгружаются по 10 штук по мере прокрутки страницы из каждой карточки нужно было собрать название описание веб-сайт если такое имеется собрать ссылки на все доступные изображения лендинга где-то их было две штуки а где-то и 5 7 и 10 и что самое главное помимо джейсон файла с данными клиент хотел получить архив со скачанными изображениями расположенными по директориям с названием лендингов забегая вперед скажу что изображение на момент записи видео было около 4000 штук а итоговый архив с ними весил более 3 гигабайт работу требовалось выполнить максимум за 6 часов и за срочность клиент готов был заплатить 60 долларов сначала я написал синхронный парсер который справляется задачи примерно за 50-60 минут его мы и разберем в данном видео если плейлист по парсингу вам интересен и полезен обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий к этому видео и в следующем мы перепишем парсер на асинхронный код с использованием библиотек асинк.io и аио http скорость парсера возросла более чем в 10 раз и это при том что я использовал небольшую паузу чтобы совсем уж не наглеть но обо всем по порядку во первых спасибо каждому из вас за поддержку проекта на подходе ролики по этичному хакингу тестированию систем на безопасность и другие интересные проекты которые уже доступны всем патронам если у вас также возникнет желание поддержать меня присоединяйтесь комьюнити и получайте доступ к закрытому контенту окей из библиотек сегодня нам понадобится только реквест устанавливаем и импортируем создадим три функции get data file которая будет отвечать за сбор данных и формирование джессон файла принимать она будет только заголовки запроса функция download images которая как не трудно догадаться будет скачивать изображение и раскладывать их по директориям принимать она будет путь до джессон файла функция main в которой мы будем вызывать наши функции и условия if name равно main в котором вызываем функцию main первым делом попробуем отправить get запрос на страницу сохраним ее и посмотрим что за данные отдает нам сайт создадим словарь для заголовков отправляем запрос и и сохраняем страницу как видим див блок в котором на сайте хранятся карточки нам возвращается полностью пустым мы могли бы использовать selenium и использовав прокрутку подгрузить все карточки потом сохранить итоговую страницу и парсить сначала ссылки на карточки а после заходить в каждую и собирать нужную нам информацию а уже потом качать картинки вариант годный но мы ведь опытные программисты и первым делом лезем во вкладку network в поисках полезной информации пробуем прокрутить страницу и первым же делом судя по ссылке видим запрос к api посмотрим что он отдает в ответе мы получаем джейсон посмотрим на него в онлайн джейсон в юре вуаля мы получаем данные сразу на 10 карточек здесь есть и описание и тайтл ссылка и что самое главное список словарей с нужными для скачивания ссылками на изображение красота если внимательно посмотреть на ссылку мы увидим параметр offset начинается он с 0 но нам нужно узнать последний актуальность чтобы собрать все данные методом тыка выясняем что 69 это последний нужный нам offset после мы уже получаем словарь с одной парой message next просто написать цикл for и пробегаться по цифрам от 0 до 69 идея хорошая но что если завтра сайт добавит карточек и offset сместиться на 70 мы соберем не все карточки так дело не пойдет ведь нам нужно написать универсальный скрипт мы можем устроить проверку по ключу и написать цикл вайл так если в полученном нами словаре будет ключ description который есть у каждой карточке мы собираем данные а если его нет значит мы достигли финального офсета сохраняем собранные данные и завершаем работу функции создаем переменную offset со значением 0 пишем цикл вайл скопируем URL подставляем offset и на каждой итерации увеличиваем его на единицу если сейчас запустим скрипт и распечатаем URL то увидим бесконечный вывод ссылок с разным офсетом отлично отправляем запрос на URL и сохраняем ответ в переменную data напоминаю что data у нас список из словарей пробегаемся по списку и пишем проверку по ключу например description так если ключ есть собираем нужные нам данные давайте сразу создадим список result list и на каждой итерации будем его наполнять словарем с нужными нам заголовком описанием URL и списком словарей images с изображениями у нас есть небольшая трудность у них нет домена а без него ссылка по сути бесполезно для скачивания давайте это исправим посмотрим в html и скопируем домен ссылки и чуть выше добавление данных поправим ссылку получаем список словарей с изображениями пробегаемся по нему и с помощью метода update на каждой итерации обновляем значение пары с ключом url после чего сохраняем в итоговый словарик нам осталось написать блок элса собственно если ключа description нет это означает что мы собрали все данные сохраняем итоговый список result list в джисон файл выведем информационные принты выведем информационные принты и давайте еще посчитаем количество изображений которые нам предстоит скачать обозначим переменную img count равную нулю а на каждой итерации прохождения по словарю с карточками будем прибавлять к ней длину списка со словарями в котором хранятся изображения друзья я понимаю что каждый принт и лишнее вычисление съедает драгоценное время в данном случае я делаю это для красоты и информативности чтобы видеть прогресс и не смотреть в пустой терминал вызываем нашу функцию по сбору и сохранению данных в джейсон функции main и давайте тестировать запускаем скрипт посыпались принты и на выходе у нас более 3800 изображений посмотрим в джейсон файл и видим красиво сложенные данные более чем на 20 тысячах строк рандомно проверим сформированные нами ссылки на изображение супер первая функция замечательно справилась со своей работой переходим к написанию второй первым делом проверим переданный путь к файлу если он верный то читаем содержимое в переменную src а если нет вернем сообщение об ошибке создадим директорию дейта в которой будем хранить собранные данные пробегаемся по списку словарей и теперь нам нужно сформировать директорию под каждую карточку а после пробежаться по словарям изображений и сохранить их достанем из словаря заголовок под ним мы будем создавать директорию и список словарей с изображениями пишем условия для создания директории если директории под таким именем нет то создаем ее пробегаемся по списку словарей изображений отправляем запрос на юрел адрес теперь нам нужно сохранить изображение мы могли бы сохранять их под каким-то каунтом либо под страшным названием из имени но обратите внимание что в каждом из словарей у нас рядом с ссылкой лежит пара с ключом type в значении которого лежит шикарное название обозначающая для чего используется то или иное изображение по имени значения мы и будем сохранять изображение используем флаг wb и вызываем свойство контент у полученного объекта библиотеки requests опять же для информативности выведем принт об успешном скачивании получим общее количество карточек по которым нам нужно пройтись создадим переменную каунт и на каждой итерации будем ее увеличивать после выполнения функции вернем сообщение об успешном завершении работы давайте поставим срез и протестируем функцию на десятки карточек импортируем модуль тайм обозначим начало времени выполнения скрипта а после выполнения функции получим время завершения скрипта и выведем затраченное на работу время закомментируем первую функцию json файл с данными у нас уже есть вызываем вторую и запускаем скрипт внутри директории data появились директории с названиями карточек внутри которых содержатся скаченные изображения изображения причем вполне достойного качества я не буду запускать скрипт по всем 700 позициям поставим срез 100 запустим скрипт я ускорю видео и получаем примерно 6 с половиной минут создадим директорию data2 под асинхронный парсер и также запустим его со срезом в 100 карточек только я еще добавил небольшую паузу между итерациями чтобы сайт не сошел с ума откроем директорию data2 и видим что асинхронно создаются директории скрипт работает время работы скрипта составило менее 50 секунд что более чем в 10 раз быстрее предыдущего результата если видео было вам полезным и вы узнали что-то новое и хотите больше роликов по парсингу и асинхронному программированию не забудьте поставить свой лайк и поделиться мнением или идеями в комментариях ведь так я понимаю что не зря выкладываю ролики код проекта вы можете скачать на гитхабе и телеграм канале в котором найдете еще много полезной информации подписывайтесь ссылки будут в описании друзья огромное вам спасибо за просмотр подписывайтесь на канал будьте здоровы всем пока 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 пока